Библейский портал экзегет.ру представляет 39 глава книги Иисуса Сына Серахова Я читаю для библейского портала экзегет.синодальный перевод 38 у нас закончилось таким, знаете ли, социальным дарвинизмом немножечко Есть такие, знаете, ремесленники, крестьяне Они там куют железо, делают горшки, выращивают хлеб Но они непричастны мудрости Они вот такие, только смотрят на свои изделия, больше ни о чем не думают Пренебрежительно к ним А мудрец это кто? Как он становится мудрецом? Он хорошо писал гончара, кузнеца, крестьянина Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего Будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах Он будет замечать сказанием уже именитых и углубляться в тонкие обороты притчи Будет исследовать сокровенный смысл изречения и заниматься загадками притчи В чем разница с кузнецом? Кузнец берет кусок железа и делает из него там, не знаю, серп или молот А горшечник делает сосуд той или иной формы А у него нет у мудреца конкретной практической цели Он углубляется в тонкие обороты притчи Будет исследовать сокровенный смысл изречения и заниматься загадками притчи Он в поиске Он будет проходить служение среди вельмож и являться предправителем Будет путешествовать по земле чужих народов и бы испытал доброе и зло между людьми Путешествие уже упоминалось здесь как способ приобрести опыт Не развлечение и не еще одна форма труда Многие люди путешествуют по рабочей необходимости Но способ приобретения опыта И вот мудрость это поиск, это приобретение этого самого опыта Сердце свое он направит к тому, чтобы с раннего утра обращаться к Господу, сотворившему его И будет молиться перед Всевышним Откроет в молитве уста свои и будет молиться о грехах своих То есть вот мудрец тот, кто обращается к Богу А не просто живет ради успеха, ради прибыли, ради какого-то достатка Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума И это не гарантировано То есть мудрец это еще и риск Будет источать слова мудрости свои и в молитве прославлять Господа Благоуправит свою волю и ум и будет размышлять о тайнах Господа Он покажет мудрость своего учения и будет хвалиться законом завета Господня И он передает эту мудрость дальше То есть он не просто ее для себя приобрел Его место в обществе в чем-то похоже на место ремесленника или крестьянина Только тебе выдает материальную продукцию, а этот духовную Многие будут прославлять знания его, и он не будет забыт вовек Память о нем не погибнет, ими его будет жить в роды родов Народы будут прославлять его мудрость, и общество будет возвещать хвалу его Доколе будет жить, он приобретет большую славу, нежели тысяча Когда по чьи-то увеличат ее Его главная награда слава Не тщеславие ли? Давайте посмотрим, что он говорит дальше Потому что иначе получается так, что вот дети, крестьянин он пренебрежение, ремесленник чуть лишь повыше А вот мудрец он славный Просто займите место повыше на социальной лестнице Только ли это здесь? Еще раз мыслив расскажу, ибо я полон, как луна в полноте своей Вот тоже признак мудреца, он делится своей полнотой Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая на поле при потоке Издавайте благоухание, как ливан Растение, из которого ароматические вещества добываются Цветите, как лилия Распространяйте благовоние и пойте песни Благословляйте Господа во всех делах Величайте имя его и прославляйте его хвалой Его песнями, уст и густами И прославляя, говорите так Смотрите Мудрец обретает славу, но не ищите славы Растите, как трава, которая прекрасна Потом в Нагорной проповеди будет Лилии полевые, которые одеваются, как не одевался Соломон во всей славе своей Вот и здесь упоминаются такие растения Роза при потоке, которые есть, чем напиться И, собственно говоря, вот это и есть мудрость Жить естественно и прославлять Господа Вот как часть этой естественной жизни А не просто как некоторая профессия, задание И прославляя, говорите так Все дела Господа весьма благотворны И всякое повеление его во все время исполнится И нельзя сказать, что это, для чего это Ибо в свое время все откроется То есть мудрость — это еще и проникновение в замысел Божий Но не сразу и не всегда это получается По слову его стала вода, как стог И по изречению его явилось в местилище вод То есть вода, которая собралась, видимо, при творении мира Собралась в одно место, и это место Господь назвал морями Здесь как стог собирается со всего поля пшеницы В повелениях его благоволение И никто не может умолить спасительность их Пред ним дела всякой плоти И невозможно укрыться от очей его То есть он знает все, но еще и его повеление спасительное Это познание, это не просто информация, которую человек переваривает Но это обретение спасения Он прозирает из века в век, и ничего нет дивного пред ним Нельзя сказать, что это, для чего это Ибо все создано для своего употребления Как это нельзя сказать, что это, для чего это Вообще-то это вопрос, который человек постоянно задает Встречаясь с чем-то новым и непонятным, не так ли? Но здесь имеется в виду, очевидно, что человек может сказать Ну что это такое, ну для чего это? Для чего страдания? Почему смерть? Почему в мире столько зла? Мы часто спрашиваем, многие люди говорят Ну если так, Бога нет Он говорит, все создано для своего употребления То есть мир создан разумным и сложным образом И мы не всегда понимаем сразу как Но это нам должно открыться просто не сразу Благословение его покрывает, как река И как потоп напаяет сушу То есть оно такое полноводное Не сказано, что он всегда только благословляет Но и гнев его испытывает народа Как некогда он превратил воды в солончаки Не очень понятно, о чем конкретно идет речь Когда он превратил воды в солончаки Но бывают истории, да, когда вода засаливается Пути его для святых прямо, а для беззаконных они преткновение От начала для добрых создано доброе Как для грешников злое То есть вот мы уже можем судить о том Что злое имеет свое место в этом мире Оно не просто бессмысленное мучение А оно часть картины Как черная краска, часть картины Наряду с белой или другими цветными Главные из всех потребностей для жизни человека Вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука Мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда Кстати, о ремесленниках они все делают Все это благочестивым служит в пользу А грешникам может обратиться во вред То есть даже такие простые вещи могут им повредить Ну понятно, если там есть и пить безумеренности, то да Есть ветры, которые созданы для отмщения И в ярости своей усиливают удары свои То есть ураганы Во время устремления своего изливают силу И удовлетворяют ярости сотворившего их Огонь и град, голод и смерть Все это создано для отмщения Зубы зверей, скорпиона и змеи И меч, мстящий нечестивым по гибелю Обрадуются по велению его И готовы будут на земле, когда потребуется И в свое время не приступят слово его Все эти страшные и жуткие вещи Которых мы не хотели бы иметь Оказывается, они созданы для отмщения Ну ладно, Серах, ну что ты хочешь сказать Что дикие звери нападают только на плохих людей Особенно, что во время потопа, землетрясения Там ураганы Страдают только плохие, да? Вот прямо точно знаешь Конечно нет И книга Иова в Библии есть Которая абсолютно точно утверждает Вот даже совсем наоборот случилось Самый праведный, а с ним хуже всего Что же он имеет в виду? Созданное для отмщения Это не то же самое, что если кого-то ударило молния Это грешник, а если у кого-то ураган Там сдул крышу с дома То он там что-то плохое сделал перед этим Нет Он вот говорит только, что Мы узнаем это в свое время Нам это пока не открыто Вот отсюда во многом Жанры апокалиптической литературы Вроде откровения Анны Богослова Где тоже многие бедствия упомянуты То есть все складывается в какую-то картину Да? Просто мы видим лишь кусочек этой картины И не понимаем ее Посему я с самого начала решил Обдумал и оставил в Писании То есть вот оставил в своем тексте Смотрите, редактировал свой текст Что все дела Господа прекрасны Он колебался Он думал написать это или нет Ну потому что слишком легковесно Это сказать все дела Господа прекрасны А сколько в мире зла И он дарует все потребное в свое время Не все, когда мы захотим Но все в свое время И нельзя сказать это хуже того Ибо в свое время признано будет хорошим Мы пока не готовы Мы пока не знаем Но в свое время узнаем Итак, всем сердцем устаете Устами пойте И благословляйте имя Господа Вот принцип доверия Богу Вера в Бога это одно А доверие немножко другое Доверие, когда ты понимаешь Что, ну как ребенок доверяет родителю Он может не знать Зачем родитель то или иное ему Говорит или делает с ним Но доверяя признает Что в конечном итоге Это обернется во благо Вот верующий может так доверять Богу А может и не доверять А что же все-таки С проблемой зла в этом мире Слушайте, ну если Вот так легко сказать Все для своей цели Зло тоже будет Для чего-то мы пока не понимаем Но это не облегчает Страдание тех С кем это зло случается сейчас В сороковой главе серах Попробуют об этом поразмышлять Страдание тех Страдание тех Страдание тех